Всем привет! С вами Николай Миронов и в этом ролике я хочу представить свой новый плагин, который позволяет верстальщикам получать идеальный результат в верстке. Данный плагин основан на оригинальной разработке PixLayout, автор которого Антон Карабут. Вот сайт, непосредственно JavaScript библиотеки, которая реализует этот функционал. Суть же плагина в том, что я взял данный скрипт и интегрировал его в плагин WordPress, добавив интерфейс ACF для того, чтобы этим было удобнее пользоваться. Итак, давайте посмотрим, как это работает. У нас есть на примере фигмы и лендинга, который я делал для одного из своих клиентов, фигме, достаточно простой и лаконичный дизайн и у нас есть сверстанный сайт. В принципе, если так смотреть и сравнивать одно с другим, все достаточно похожее и кажется, что дистальщик сделал свою работу. Итак, я специально выделил вот этот блок, сохранил его как отдельный .png файл и загрузил к себе на сайт. Вот. После того, как плагин установлен, у вас появляется в настройках дополнительное меню WP Pixel Perfect. Здесь идут настройки наложения, дальше идут дополнительные настройки, например, включить поддержку плагина Advanced Custom Fields, спрятать панель скрипта от обычных неавторизованных посетителей. Ну и последняя опция, она по умолчанию выключена. Это, соответственно, показывать, в принципе, панель и наложение, только если эта опция включена в AC. Вот. Что мы делаем? Загружаем картинку на сайт. У меня картинка уже загружена. Вот она в библиотеке. Я копирую ее адрес. И вставляю в настройки плагина. И говорю сохранить. Теперь на любой странице сайта, если я его открою, у меня будет включена вот такая панель, которая появляется при наведении. И, соответственно, картинка, которую я загрузил, будет накладываться поверх верстки. Дальше мы позиционируем ее в том месте, где у нас начинается блок, который мы хотим привести в порядок или проверить на соответствие. Вот. И, соответственно, так, давайте закрепим панель. Вот тут есть такой значок. И запомним вот эти параметры. Захожу в редактирование страницы. У меня появляется вот такая панелька в правом, в правой колонке. Здесь я ее могу включить, загрузить картинку или будет использоваться картинка из настроек. И, соответственно, вставить те значения, которые у нас были на фронте и сохранить. Соответственно, я выбираю клип, центр и шоу это показывать. Так, центрирование не нужно. А шоу это показывать картинку на старте. Можно это тоже убрать. Нажимаю Update. Перехожу на просмотр страницы. И вот что мы получаем. То есть, у нас выводится в правом верхнем углу панель. Соответственно, если я нажимаю на центральную кнопку, выводится оверлей с той картинкой и в той позиции, которую мы, соответственно, указали. Теперь, как происходит работа, как это делать удобнее всего? Выбираем элемент, с которым хотим работать. Открываем инструменты разработчика. Вот они у меня тут. Итак, вот у меня есть. Я синхронизировал по заголовку. И его же буду, соответственно, исправлять параметры. То есть, вот у меня css-атрибут margin-bottom. И я вижу, что идет некоторое несовпадение. Для того, чтобы было идеально точно, да, соответственно, я здесь нахожу то значение, в котором у меня начинают эти элементы совпадать. Дальше в отдельной вкладке я могу открыть редактирование css-файла и просто по шагам переносить сюда вот эти значения, которые я получаю в инспекторе. Вот, если в какой-то момент мне верстка мешает, я перехожу к другому элементу. Опять включаю значение. И тут, опять же, играю с настройками. Вот у меня есть вот этот блок. И явно нужно что-то сделать с паддингами. Ага, вот это встало на место. Здесь первый заголовок встал на место. Теперь можем докрутить, соответственно, вот эту колонку и картинку. Вот у меня появился, да, видимо, значение вот псевдокласс автор. И здесь, опять же, я могу настроить и привести к таким значениям элемента, что это будет совпадать по пиксельно. Удобно работать как маленькими блоками, да, когда мы вот причесали вот этот этажик, да. Или, наоборот, можно сразу причесывать и отслеживать весь сайт. Ссылка на плагин находится под роликом. Если будете пользоваться, обязательно пишите в комментариях, насколько удобно или неудобно, что понравилось, что оказалось полезным и так далее. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Пока-пока!